Вы знаете, у нас в программе есть рубрика, она называется «Твой выбор». И сегодня мы пробуем вместе со случайными посетителями магазина колбасу. Вот здесь вот разложены все виды колбас. В частности, есть вот краковская. Она вся краковская. Да, она вся краковская. Я не очень представляю, что это значит. Хотите что-нибудь попробовать? Вот посетители магазина вместе с ведущим этой рубрики оценивали запах, вкус. Нам надо... Это ваш прибор. Нам нужно выбрать самую лучшую. Попробуйте все. Все? Все по-чуть. Ну, конечно. А как нам выбрать? А красоту упаковки оценивали? А, внешний вид оценивался тоже, да. Это же важно. Вот это я, честно говоря, даже пробовать не хочу, потому что тут очень много жира. Ну, что поделать? Работа есть работа. Сейчас. Вы не стесняйтесь, мы надкусанные потом просто местным собакам отдадим. Друзья, я не знаю, где мне взять вилку, но я хочу попробовать... Бери пальцами. Да. Так, ну что, я определился. Мне, пожалуй, больше всего нравится вот этот вот вариант колбасы от производителя Нео, Лиховюрст. Вот она и пахнет так очень нейтрально, и вкус у нее достаточно хороший. Вот я бы проголосовал вот за эту. Митсуюки, какая вам понравилась? А можно еще? Да. Да, конечно. Да. А, вот это вот мы решили, что это самое вкусное. Ты тоже за эту проголосовал? Да. Да, мне тоже вот понравится вот эта. Ну что, а совпадет ли наш выбор с тем, что выбрали наши эксперты из народа, мы сейчас ее узнаем, когда посмотрим рубрику «Твой выбор». Вот мы и встретились. Да, давай силой мериться колбасной. Друзья, колбасные бои – это зрелище довольно жестокое, и они запрещены во многих цивилизованных странах. Поэтому сегодня выяснять, какая краковская колбаса вкуснее, мы будем более традиционным образом спрашивать у людей, которые пришли за продуктами в один из крупных продуктовых магазинов. Леди и джентльмены, сегодня на колбасном ринге у нас следующие соперники. Краковская колбаса от «Нео», краковская колбаса от «Аворст», краковская колбаса от «Ранна Ротси», краковская колбаса от «Сарема» и краковская колбаса от «Раквери». Какие из этих видов краковских колбас больше понравятся покупателям простого, большого продуктового магазина, мы сейчас и узнаем. Какой из этих пяти сортов по вкусовым качествам понравился больше? Первый, то есть номер пятый, да. Это не слишком жирное. А как должна, по-вашему, пахнуть настоящая колбаса? С мясом, с ароматом, там, перца, то есть, черного перца, то есть. Вы учуяли этот аромат у какого-то этого? Вот этого, пятого, да. А внешний вид вот лежащих колбас, упакованных, какой вам нравится больше? Упаковка, конечно, сейчас, ну, самый лучший, конечно, краковская, да. Мы получили первое мнение, и, соответственно, чтобы все было по-честному, надо это дело зафиксировать. Человек проголосовал за номер пять. А по внешнему виду, по упаковке, свой голос человек отдал за колбасу краковскую от краквера. Такое блюдо, как колбаса, известно с давних времен. Упоминания о нем встречаются в источниках Древней Греции, Вавилоны и даже Древнего Китая. В славянской культуре слово колбаса впервые упоминается в 12 веке в берестяной новгородской грамоте, где, соответственно, описывались продукты, которые отправляли в подарок псковскому князю. Там немножко больше остроты, чуть-чуть. И чесночок чувствуется. Вам нравится, когда поострее? Конечно. Есть версия, что само слово колбаса берет свое начало из Ветхого Завета. Там есть выражение на иврите «коль пасар», которое можно перевести как «всякое мясо». При каких обстоятельствах первый раз попробовали? Ну, наверное, 18 лет. Это был праздник какой-то? Рождение, по-моему, было у меня. А вот самый-самый вкусный. Надо один какой-то выбрать. Четвертый. Прям вот на душу лег. И как вы считаете, сколько кружочков колбасы оптимально класть на бутерброд? Смотри, какая булка намазана. 4-5 штук не меньше. 4-5 штук не меньше. В зависимости от размера булки. Вот если такая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А что это вообще? Это колбаса, я ничего про нее не знаю. Совершенно незнакомая колбаса, поэтому ваше мнение будет абсолютно честным. Сейчас это все, это нравится мне. Вам нравится номер пять? Да. Скажите, как часто едите колбасу? Да, почти. Регулярно почти. То есть у вас регулярная колбаса? Не, ну не совсем. Как повезет. Да. А сколько за раз можете съесть колбасы? Ну, половинку, наверное. Ну вот, уже ужинать не надо. Ну, в принципе, да. Какой из этих видов вам понравился больше? Эти. Внешний вид? Ну, вот, конечно, с таким блестящим приятно. Как-то для женщин, наверное, они еще больше. А как считаете, можно женщинам дарить колбасу? На восьмое марта? На восьмое марта? Тяжело обидеться. Номер три. А внешний вид? Конечно. Вот это, молодой человек, с усами, вот это вот. Краковская колбаса берет свое начало в девятнадцатом веке. Традиционно польская краковская колбаса состоит из свинины грубого помола. Хотя немецкая и австрийская версия краковской колбасы содержат в себе еще и примесь говядины. Ну, наверное, четвертая. По статистике, краковская колбаса является самой популярной. Если взять статистику за 2015 год, то каждый четвертый покупатель, который покупал копченую колбасу, выбирал именно краковскую. Помягче, понежнее. То есть второй номер вот такой более романтичный. Более. Ну, назовем его так. Первый один. Расскажите, для вас колбаса в первую очередь – это еда или это дискотечная музыка? Это еда. Кстати, в целом за 2015 год было продано около трех тысяч тонн краковской колбасы. Окей, парень, не хочешь немного колбасы? Конечно, я вообще не ем колбасу, но я попробую ради тебя колбасы. А ты знаешь, что британские ученые доказали, что колбаса вызывает зависимость? Да. Ты не ел полгода колбасу? Нет, нет. Все, теперь завтра придешь сюда, будешь искать меня, чтобы я тебе колбасы продал. Нет, 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 я сильный молодой человек, у меня режим, у меня тренировки. Одним из наиболее искусных колбасников был такой человек, как Винсент Саталецкий, который, собственно, и развил идею краковской колбасы. В Кракове, в самом центре, вплоть до 1918 года, стоял его дом, в котором находились фабрика и магазин по продаже краковской колбасы. А бутерброды вы накрываете еще одним кусочком хлеба или нет? Чтобы колбаса не падала? Нет, сыром прикрываю. Из кого можно делать колбасу, из кого нельзя? Да из всех, наверное, можно. Можно делать тогда канареечную колбасу, змеиную колбасу. Змеиную вообще удобно, взял просто. А вы накрываете на стол краковскую колбасу по праздникам или в обычные дни тоже? В обычные. Вот мне нравится вот эта. Значит, вы отдаете свой гол четвертому номеру. Упаковка какая кажется более привлекательной? Вот эта. Вот эта. А помните, раньше была песня такая «Лучшая рыба – это колбаса»? Может быть. Как думаете, кого можно ловить на колбасу? Мужчин. Давайте подведем итоги и выясним, какая лучше. Номер один. Это была краковская колбаса от Нью. Тоже набрала довольно много голосов. Номер два. Это краковская колбаса от Сарыма. Третий номер. Краковская колбаса от Ранна Ротси. Четвертый. Краковская колбаса от Раквери. И пятый номер – это краковская колбаса от А-Ворст. Подсчитав голоса, оказалось, что большинство было отдано за колбасу под номером четыре. А это, оказывается, Ракверская краковская колбаса. Внешне же люди активно отдавали колбасе краковской от А-Ворст. Ешьте колбасу, не злоупотребляйте, угощайте друзей, и все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова